Пенсионная реформа Следует сказать, что ожидалось, что народ будет активнее. К сожалению, не все профсоюзы выступили единым фронтом, но профсоюзы авиадиспетчеров в рамках конфедерации труда России, Федерации профсоюзов России приняли негативно эти инициативы, выступили с протестами, собрали подписи. Через чейнчорк порядка трех миллионов людей подписали свои протесты, возражения против этой реформы. Далее были собраны по различным формам голоса еще полмиллиона. И эти все водражения, протесты, подписные листы были переданы депутатам Государственной Думы до голосования. Однако закон принят, мы знаем. Несмотря на то, что эта реформа началась только с объявления верхушки, я думаю, что она пойдет и дальше. Правительство имеет намерение и по вредникам, и по служивым. Если сейчас есть какие-то льготы, то это коснется всех. Скажу откровенно, что профсоюз авиадиспетчеров, выступая категорически против этих реформ, участвовали в митингах, направляли разные формы обращения. В целом члены профсоюза, так сказать, расслабились, учитывая, что нас это не коснулось. Пока не коснулось. И молодежь полагает, что они доживут еще до пенсии не скоро, поэтому тем более их это не трогает. А люди старшего поколения авиадиспетчеров уже получают пенсию. Наши диспетчеры получают пенсию, начиная с 50 лет. Поэтому основная, так сказать, часть наших работников, казалось бы, не заинтересована в этой проблеме, ну не заинтересована условно. Но, тем не менее, выступали против реформы, понимая, что есть семьи, есть члены семьи, есть родственники, есть, в конце концов, соседи, граждане, которых в основном эта реформа коснулась. И думаю, что этот процесс не закончен. Наши протесты, водражения в той или иной форме против этих реформ будут продолжаться, учитывая, как я уже сказал, что они не закончены. Необходимо будет, я думаю, правительству со временем, если народ поймет, в конце концов, что мы получили, возвращаться на исходную точку и исправлять ошибки. И для исправления ошибок мы приложим все свои силы. Расскажите, пожалуйста, каких успехов удалось добиться профсоюзу авиационных диспетчеров организованными и сплоченными действиями? Не все знают, что авиадиспетчеры получают достаточно высокую заработную плату, в рабочей неделе у них в среднем менее 40 часов, отпуск 60 дней, ранний выход на пенсию. Какие еще преимущества имеют авиадиспетчеры? Ну, следует сказать, что это в начале 90-х годов произошло, когда профсоюз авиадиспетчеров только организовывался, создавался. Федерация профсоюзов авиадиспетчеров СССР была создана в 1990 году, Федеральный профсоюз авиадиспетчеров России в 1991 году, то есть более 26 лет назад. И вот в то время, в начальной стадии, когда мы не имели ничего, люди были самыми активными, самый период активности в начале 90-х, в то время как раз и добились 36-часовой рабочей недели. Отпуск в то время к основному 24 дня, добавлялся 33 рабочих дня, ну и в районах Крайнего Севера общие принципы 14 и 21 день в то время. В настоящее время, когда переведены рабочие дни в календарные дни, диспетчеры получают 39 календарных дней к 28, ну и плюс северные 14-28 районах Крайнего. Соответственно, это не просто поблажки ради отдыха, это ответ работодателя государства на, во-первых, требования стороны работников профсоюза за тот тяжелый труд, который реально диспетчеры выполняют. Были медицинские обоснования проведены для того, чтобы все это установить. В дальнейшем, значит, санторно-курортное лечение, которое мы предусмотрели обязательно для диспетчеров, проходящих врачебнолетную экспертную комиссию. Учитывая, что комиссия это проводится регулярно для молодых специалистов раз в 4 года, после 40 лет уже раз в 2 года, а после 50 каждый год. Поэтому вот эти жесткие медицинские требования обязывают работников поддерживать здоровье. Есть, так сказать, бонусы в виде более-менее достойной заработной платы, которую мы добились благодаря как раз переговорам при заключении коллективных договоров. И для того, чтобы эта заработная плата действительно была достойной, приходилось проводить забастовки. Причем эти забастовки были настолько регулярными, частыми в период до 2010 года, что все спрашивали, когда следующая забастовка. И вот мы с 2010 года не проводим никаких акций, потому что мы стали договариваться с заработодателем. И вот эта спокойная, казалось бы, среда многих удивляет. Но реально за те прошлые годы мы достигли, я считаю, той планки, от которой дальше можно только совершенствоваться, развиваться. Ну, резких движений не делаем. Что до 2010 года предшествовало? Не такая большая заработная плата, в принципе. Отпуск пытались у нас забрать периодически. Вот этот дополнительный отпуск, который я сказал, 39 дней. Пытались пересчитать. По судам мы выигрывали суды и возвращали отпуск работникам. Кроме этого, пытались забрать доплату за вредные условия труда. Приходилось судиться, приходилось также проводить забастовки, акции протеста. Было много противостояния. Но вернусь к тому, что были проблемы с персоналом, когда на не совсем благоприятные с точки зрения социальных благ условия не особо хотели идти. Ответственность большая, а получали немного. Поэтому были разные формы поощрения, попытки завлечь молодых специалистов со школьницами. То, что агитационная работа, ходить по школам, привлекать, рассказывать, как это все здорово, это хорошо. Но когда пряники раздают, это лучше. В 2007 году, подписывая коллективный договор, страны профсоюза были внесены такие предложения, которые работодателям были приняты, к счастью. Это для молодых специалистов доплата первый-второй год, 10% к заработной плате. Это доплата за третий год, 15% от годового заработка после отработки. Это 50% оплаты стоимости однокомнатной квартиры, аренды. Это подъемные при переезде от учебного заведения к месту работы. Более того, была через год рождена жилищная программа социальная для молодых специалистов. После приезда на рабочее место подразделения, надо сказать, что предприятие, федеральное государственное санитарное предприятие, госкорпорация по организации воздушного движения, оно охватывает всю территорию Российской Федерации. Это одно юрлицо большое. Так вот, по всей территории России специалисты, приезжая, вступали кандидатам в жилищную программу и через год получали стоимость однокомнатной квартиры. В среднем по региону. Это порядка 600-700 тысяч рублей. Но они могли вступать в ипотеку и, соответственно, покупать большую, что, собственно, всегда и делалось. Дошло до того, что у нас переизбыток молодых специалистов появился. Реально, вот эти бонусы привели к тому, что знакомые, друзья рассказывают гораздо быстрее, доносят информацию до своих молодых подрастающих родственников и друзей, нежели агитация через школы. И вот это привело к тому, что не только учебное заведение, большой конкурс, 15 человек на место, как это было в советские времена, но и на работу. Некоторые порой ищут работу и едут далеко, в северные регионы, для того, чтобы хоть где-то начать работу. А в крупных подразделениях, в крупных городах мест нет. В связи с этим, последнее наше предложение, это уже совсем свежее, которое пока обсуждается, но я думаю, что до конца года мы реализуем. Надо заинтересовать пенсионеров к выходу на пенсию, учитывая, что в 50 лет диспетчер получает пенсию, но еще если состояние здоровья позволяет, он продолжает работать и до 60 лет может доработать. Дальше его просто в медицину не пускает, как правило. Так вот, для того, чтобы человек, который имеет возможность выхода на пенсию, мог освободить место, условно говоря, освободить место для молодого специалиста, мы предлагаем бонусы по выходу на пенсию, годовой заработок выплачивает работнику и условия увольнения в связи с выходом на пенсию. Предлагаем санаторно-курортное обеспечение со стороны предприятия сохранить за уволившимся на пенсию работникам и еще предоставить авиационные билеты к месту нахождения санатория, чтобы он, проживая, скажем, в Якутске, мог съездить в минеральные воды или на берег Чёрного моря. Эти возможности действительно позволят кому-то заинтересоваться еще при крепком, может быть, здоровье, выйти и купить домик на берегу моря и ездить в соседний санаторий. Значит, кроме того, что сегодня пенсионеры имеют возможность выхода на пенсию, 6 заработков получают, мы предлагаем увеличить еще на 6 заработков, 12 месячных заработков получить при заработной плате 200 тысяч. Открою секрет, 2,5 миллиона можно получить, и это уже хороший подарок. При этом мы полагаем, что на освободившиеся места те, кто стоят молодые специалисты за воротами, они смогут прийти на работу и начать свою карьеру, и ждать той самой пенсионной перспективы выхода на пенсию с такими же подарками. Значит, что еще хорошего в коллективных договорах, могу сказать, что это не только диспетчеров касается, это касается инженера технического персонала, все эти бонусы и по жилищной программе, и по выходу на пенсию, и по доплатам после окончания учебного заведения. Это касается всех специалистов основных профессий, диспетчеров, инженеров, техников. Значит, в связи с проблемами, которые с первого вопроса коснемся пенсионной реформы, мы, надо сказать, несколько упреждающие шаги предприняли еще в 2005 году. Совместно с работодателем два профсоюза учредили Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис». В то время, казалось бы, да, небольшая сумма пенсии дополнительная при трудовой пенсии, которую получали работники, 13-15 тысяч. Пенсия составляла через Негосударственный пенсионный фонд 1000 рублей, потом полторы тысячи, две, две с половиной, так постепенно индексировали. Сейчас это 3060 рублей добавка. При этом имеем перспективу ее увеличить вдвое. Эти планы есть, хотя препятствуют отдельные органы исполнительной власти в лице Росавиации. При наличии денег у работодателя и возможности финансировать этот Негосударственный пенсионный фонд, органы исполнительной власти, к сожалению, а учитывая, что через органы исполнительной власти происходит утверждение программы деятельности предприятия, отказывает в утверждении. Более того, была попытка этот Негосударственный пенсионный фонд свернуть. Эта попытка продолжается в течение последних двух лет. По странному стечению обстоятельств совпало с инициативой правительства, еще и попытка Негосударственной пенсионной программы тоже свернуть. С одной стороны, правительство говорит, давайте саморазвивайтесь и свои вложения делайте, граждане России, что мы и делали с 2005 года. То есть, кроме корпоративной пенсии, о которой я рассказал, в этой же системе Негосударственного пенсионного обеспечения у нас существуют дополнительные индивидуальные договора. Работник заключает договор с Негосударственным пенсионным фондом, делает отчисление по 500 тысяч рублей каждый месяц из своей заработной платы. И после того, когда он наложил 200 тысяч, предприятие 200 тысяч докладывает. Ну, собственно, он может и 100 тысяч, и 50 положить, но ровно такую сумму ему предприятие докладывает, и 200 тысяч превращается в 400. При этом, если по уходу на пенсию он определит, что 5 лет он будет получать по этой индивидуальной программе, на 5 лет 400 тысяч делится, плюс там деньги работавшие получают какие-то проценты. Грубо говоря, по 6 тысяч набегают дополнительно к тем, к трем тысячам. Итого, десяточки к 15 тысячам трудовой пенсии – это добавка существенная для многих граждан России, которые сегодня в целом получают по 8, по 7, по 9 тысяч. Эту тему мы продолжаем и хотим увеличить индивидуальные программы до 400 тысяч, чтобы еще предприятие 400, то есть удвоить размер этой индивидуальной государственной пенсии, плюс корпоративной пенсии. В целом, задумки хорошие, если бы не мешали. А мешают, к сожалению, те же инициаторы реформ или их составляющие в лице отдельных органов исполнительной власти, как Росавиации. Если мешать не будут, то я думаю, что мы свои планы выполним, реализуем. И это тоже стимул для тех пенсионеров, которые реально не до смерти, чтобы они работали, а чтобы, сохранив силы, здоровье, могли спокойно ухаживать за внуками, еще и помогать им с этой пенсией дополнительной. И абсолютно уверен, что, несмотря на препятствия, мы этого добьемся. Это перспектива ближайшего года. Сергей Анатольевич, а молодые специалисты, которые приходят работать авиадиспетчерами, они понимают, какими усилиями такое, в принципе, очень выгодное положение и материальное, и льготы были достигнуты? К сожалению, не все. Приходя из учебного заведения, но у нас же работодатель тоже не весь шоколадный такой, некоторые на местах руководители отличаются категорическим неприятием профсоюза, учитывая старые воспоминания. И поэтому, приходя к начальнику, положив заявление на стол о приеме на работу, молодой специалист сразу получает вводную в АФПАД, то есть в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, не вступать. Если желаешь иметь карьерный рост, ни при каких обстоятельствах они тебя обманут, разведут и все что угодно. Она говорит, такой вот начальник, хотя со временем этот молодой специалист входит, знакомится с коллективом, получает все эти пряники. И те, кто не хочет, так сказать, вступать в профсоюз, для себя ищет оправдание и говорит, ну это ж работодатель все дает. Это же не профсоюз, это же все из кармана работодателя. Ну это такое не очень искреннее выражение своей позиции, но это единицы. В большей части люди, приходя в предприятие, сразу требуют коллективный договор и видят все эти пряники. И кто подписал этот коллективный договор, тоже видят. С одной стороны это работодатель, с другой стороны это профсоюз. Ну а там, где профсоюзная организация активная, председатель профсоюзный комитет тоже работает, разъясняет. И мы же не стоим на месте, все что записано в коллективном договоре, это вот не табу, это все время развивается. И все предложения, которые исходят от первичных организаций во впад к нам поступают, мы пытаемся реализовать и дальше развивать. Ну допустим, в коллективных договорах записаны льготные авиабилеты. То, о чем я и сказал. Значит, каждый работник предприятия имеет возможность полететь в период отпуска, ну в любую точку мира, в принципе. И летают. Значит, ранее, если было и на членов семьи, то, надо сказать, это немножко обрезали, но тем не менее увеличили расстояние. Работник и на 50% член семьи второй билет. Раньше были еще дети. Так вот, молодые специалисты, придя в предприятие, стали получать эти авиабилеты после первого года работы. Раньше они могли получать его только после семи лет стажа. Плохо для них? Хорошо. Но они же не знают, что действительно инициатива была профсоюза. И это продолжает норма оставаться. При этом есть такой вот бонус, как жилищная программа, то, о чем я сказал, со следующего года, ну, собственно, уже с этого года мы ее пересмотрели в пользу, скажем так, тех подразделений, которые являются проблемными. То есть, там, где некому работают отдаленные районы, северные, тогда молодежь не едет. Хотят в столице, много денег, и чтобы летать на крае земли. Так вот, жилищная программа, о которой я похвалился, она продействовала у нас 10 лет. И дошло до того, что, как я уже говорил ранее, очередь в московский центр. Потому что здесь в жилищную программу молодые люди вступают и получают 2 миллиона рублей в субсидию. Безвозмездно. Добавляют и покупают, что хочет. Так вот, с этого года это дело изменили и сказали, ребята, учитывая, что очередь, давайте все-таки перераспределимся. И профсоюз не просто согласился, мы были инициаторами этих изменений. Потому что те работники, ветераны и профсоюзного движения в том числе, говорят, ребят, мы столько бонусов не имели. Мы столько подарков не получали. А молодежь пришла на все готовое. Еще и квартиру получают и все остальное имеют то, что мы имели через 7 лет, через 10. Поэтому немножко меняем ориентиры для того, чтобы ветеранам, как я уже сказал, дать бонусы после ухода на пенсию. Но карман не безграничный. Деньги можно перераспределять. Поэтому через такое перераспределение от молодых специалистов в пользу старшего поколения мы это и делаем. Так вот, обидятся молодые специалисты или нет? С одной стороны, те, кто говорит, что дядя работодатель хороший, нам все это дает, должны оценить. А все ли? Всегда ли? Или тогда только после договоренности с профсоюзом, если профсоюз это предложение внесет и реализует? Дальше. Некоторые моменты, которые были в коллективных договорах, как я уже сказал, давно и неоднозначно урегулированы. Санаторно-курортное лечение, о котором я упомянул, только для тех, кто имеет диагноз. И этот диагноз заболеваемости зафиксирован в акте комиссии. Договорились для того, что надо же не только лечить, но надо и профилактику проводить. И тех, кто не имеет диагноз, но проходит обязательные медицинские осмотры, мы включили в обязательное представление санаторно-курортных путевок. И не только те, кто проходит медицину, но и другие работники предприятия тоже имеют право на эти путевки. То есть, расширили круг лиц, получающих санковлечение. Возможности по авиабилетам. Если раньше нужно было взять билет из аэропорта вылета, прилететь, допустим, в Мадрид и обратно, если ты попутешествовал по Европе, то из Мадрида же прилететь туда, откуда вылетел. Изменили этот порядок, исходя из современных реалий, если люди любят путешествовать. Мадрид прилетел по Европе, поездил на автомобиле арендованном или полетал, если деньги позволяют. И с той крайней точки, куда привела туристическая судьба, в Исландию, допустим, оттуда можно вылететь, причем не тот аэропорт, откуда вылетел, а рядом, откуда удобнее добраться до дома. Вот эти изменения, казалось бы, такой маленький пример, но мы действительно совершенствуем для работников более удобные условия, создаем и делаем это на уровне федеральном, учитывая, что работодатель находится у нас в Москве, а по всей территории России филиалы и на уровне предприятия. Здесь мы договариваемся, эти общие нормы создаем и отправляются они в виде доверенности на уровень филиалов. И там наши профсоюзные организации и коллеги получают тот продукт, который удовлетворяет уже фактически две стороны. Была попытка, как я уже сказал, урезать отпуска, для того, чтобы этих попыток не было. Здесь на федеральном уровне мы договорились с работодателем и сдали типовой порядок предоставления дополнительного отпуска. Выработали единый механизм, утвердили, согласовали, отправили в подразделение. И он теперь для всех один, и урезание теперь никто не сможет сделать. Есть проблемы с учетом рабочего времени на настоящий момент. Вот сейчас мы эту проблему решаем, потому что были периоды учета рабочего времени во вредных условиях труда. Квартал, потом год, после того, как в 2014 году ввели спецоценку условия труда и изменили форму аттестации на спецоценку, снова вернулись к квартальному учету рабочего времени. И учитывая, что коллективные договоры у нас несколько имеют исторически отдаленный период действия, продлялись, вот эта вот форма учета рабочего времени, она имеет разные варианты. Для того, чтобы, как я уже приводил пример, прийти к единообразию, мы сейчас ведем переговоры и договариваемся, чтобы был общий стандарт. Если в курсе, значит, не мы были инициаторами по поводу применения статей Трудового кодекса о переработке. Несмотря на то, что во вредных условиях труда переработка недопустима, сверхурочные работы недопустимы, но есть другие работники предприятия, где это имеет место быть, в июле этого года состоялся Конституционный суд по иску гражданина, Б назовем, не в нашем предприятии, который обжаловал статью Трудового кодекса, гласившую о том, что только тарифная часть, то есть окладная часть, удваивается, а остальное, все доплаты и надбавки платятся в одинарном размере. А у нас, к счастью или к сожалению, окладная часть составляет третью часть от заработной платы. Все остальное это доплата за аналитики 50%, доплата за вредные условия труда 24%, доплата за ночное время 40%, доплата за вечернюю смену 20%. Кроме этого есть премиальный, небольшой процент 5-8%. Это в качестве отступления, считаю, что достижение, все стремятся увеличить премиальную часть, мы ее уменьшаем, переводя все это в окладную часть. Но чем тверже заработная плата, тем надежнее, потому что переменность, составляющаяся в любой момент, может быть отнята в силу тех или иных причин, производственных или желания работодателя, что у нас не происходит. Так вот, после решения Конституционного суда о том, что вся заработная плата должна платиться вдвойне, при сверхурочных, сразу через неделю после такого постановления Конституционного суда мы вышли с инициативой, а давайте, ребята, и у нас это правило установим. И все, и через две недели это правило у нас было установлено в предприятии. То есть, воспринимаем все изменения оперативно, те, которые идут на пользу работников. Авиадиспетчеры добились, конечно, существенных успехов в борьбе и получают зарплату близкую к стоимости рабочей силы, даже если считать не для Москвы, для других регионов. Ну, другим трудящимся достаточно еще далеко до таких успехов. Вот, что бы вы порекомендовали тем, кто попадает в такие условия, когда предприятия начинают дробить и люди переходят из одного-двух крупных предприятий, создается много средних и мелких, как им организовать профсоюзную борьбу в таких условиях? Могу сказать, что у нас как раз обратный процесс идет в предприятии, в госкорпорации по организации воздушного движения. Когда-то это было 26 предприятий по всей стране, то есть 26 юридических лиц. У нас была федерация профсоюзов и диспетчеров, потому что федеральный профсоюз был позднее несколько создан. Ну, мы под законодательство подстраиваемся и под работодателя тоже приходится. Так вот, из 26 юридических лиц у нас стало одно юрлицо. Из 26 коллективных договоров у нас один коллективный договор был в седьмом году. И сейчас вернулись на филиальные договоры, но, как я уже говорил, они подписываются по доверенности. С одной стороны, мы вынуждены были перестраивать свои юридические лица и в профсоюзном нашем движении. Если раньше на уровне тех самостоятельных предприятий все организации наши профсоюзные были юрлицы, то сейчас мы стараемся количество их уменьшить в силу. С одной стороны, это отчетности перед налоговыми органами, это стоимость услуг банков, это все расходы. А для организаций, которые не такие большие, это дополнительные финансовые потери. Поэтому мы укрупняем организации. И Федеральный профсоюз авиадиспетчеров не является одним юрлицом по типу предприятия, но, тем не менее, зачастую первичным профсоюзным организациям выдаются доверенности на открытие счета от непосредственно Федерального профсоюза авиадиспетчеров, от меня. И они работают со счетом и взаимодействуют с работодателем через этот счет без дополнительных, как я уже сказал, расходов финансовых на вот эти юридические тонкости, отчеты. Значит, что мы при этом получили? С одной стороны, проблема, когда идет укропнение предприятия из подразделений, которые насчитывали в нашей организации, допустим, 100 человек, в профсоюзном отношении плохо, когда из 100 человек остается работников, не членов профсоюза, а вообще работников, 20 человек, потому что остальные работники переводятся в укропненные подразделения, вот их стаскивают, скажем так, вот Санкт-Петербургский укропненный центр, туда стащили районные центры, из Петрозаводска стащат в ближайшее время Мурманск, Калининград, Калининград самостоятельный. Значит, 6 подразделений стаскивают, это все наша численность. Она с одной стороны увеличивается в другом, в Санкт-Петербургском центре, в Тюменском, в Новосибирском, там из 100 человек превращается организация в 300 человек. Но количество организаций, которые были раньше у нас по 100 человек, они становятся организациями в 20 человек. А то и совсем исчезает подразделение, как таковое, закрывается, организации нет. Для нас вот это тоже плохо, как и для организации, как вы спросили, что делать, когда делится обратный процесс. С одной стороны, я бы предложил делиться, как правило, работодателю, ну, по его идеологическим, либо финансовым соображениям экономическим. В любом случае остается цель вот этого предприятия, которое было организацией, она зачастую единая. И организация, которая была единой, в силу разъединения юридических лиц, ООО, там из одного предприятия делают 10 ООО, пустите 10 организаций, первичек разделятся. Была одна организация, разделили на 10. Но координацию действий я бы предложил оставить. Создать территориальный, межрегиональный профсоюз. Межрегиональный, в силу нашего закона, ныне действующего, имеет возможность вести переговоры с работодателем по заключению соглашений. Российские, межрегиональные. При этом, координация действий будет у этих первичных. Если их раздробить, и каждый сам по себе, работодатели потихоньку их раздавят, а учитывая малочисленность, уничтожат. И это, к сожалению, имеет место быть зачастую, когда остается из 100 человек 10. Что мы можем, говорят они, в общей численности, если организация 100, а профессиональные группы 10. Нельзя так говорить, надо говорить. Пример могу привести из собственного опыта Нижневартовской авиаподприятия, где я когда-то работал. До 96-го года 2000 работников. Авиадиспетчеров было 100 человек. В то время принимали коллективный договор на уровне конференции трудового коллектива. Наша профсоюзная организация, в то время уже профсоюз авиадиспетчеров был, делала погоду на все эти 2000 человек. И конференция принимала решение такое, которое предлагалось со стороны профсоюзной организации авиадиспетчеров. Из делегатов 200 человек было всего лишь 8 делегатов от авиадиспетчеров. И решения принимались наши. То есть, не надо опускать руки, надо иметь активную позицию, надо иметь аргументированную главную позицию, доказывать правильность своих аргументов, доводов и предложений. И тогда, независимо от численности, решение будет то, которое профсоюзные организации, работники хотят. В этом году исполняется 10 лет, как была принята программа Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Последние действия, связанные с увеличением пенсионного возраста, они как никогда отражают актуальность этой программы спустя 10 лет. Не пора ли усиливать пропаганду в профсоюзных организациях именно этой программы? Программа наша на то и программа не составляется на один год, на два года. Поэтому актуальность действительно не исчезла, а наоборот стало наиболее актуальным и коллективные действия не всегда были актуальными, тем более в этих условиях, когда правительство имеет намерение, как я уже говорил в начале разговора, как можно забрать людей, как можно больше изъять льгот. Это начиналось еще с периода монетизации, помните, и сейчас будет продолжаться. Для того, чтобы этому противостоять, конечно, нужно объединяться, конечно, нужно проявлять активность через коллективные действия, через выход на улицу, через забастовки, вот вернусь к тому, что мы проводили забастовки, а ведь диспетчерам они всегда были запрещены, всегда, и в то время, когда они были разрешены с 95-го по 97-й год, в это время мы забастовок не проводили, и сколько было судов, сколько было наездов на профсоюз со стороны правоохранительных органов, были попытки закрыть и ликвидировать, но когда есть такое крепкое, стоящее крепко на ногах общественное движение, его все-таки сломать сложно и невозможно, и когда коллективные действия будут более широкие массы охватывать, я думаю, что правительство вынуждено будет отступить, ну и по крайней мере прекратить наступление на права трудящихся, и вот эта пенсионная реформа, она все-таки разбудила людей, я уверен, что сейчас наконец они поняли, что без активности своей можно потерять еще больше, и вот у нас буквально вчера состоял Совет Конфедерации Труда России, Конфедерация Труда России, это единственное профсоюзное объединение, которое инициировало все эти активные массы, мы для себя сделали выводы при всей вот этой активности, ее было недостаточно в регионах, потому что для столицы Москва, второй столицы Старый, Санкт-Петербург, да, вышло людей много, хотя недостаточно, а координации действий дальше крупных городов у нас все-таки не было, нет связи через активные группы разных профсоюзов, разных общественных движений, отсутствие этих координаций и связей препятствовало объединению в период противостояния по этим реформам, и в следующие попытки правительства мы будем уже готовы в новой форме, будем объединяться с другими общественными объединениями, политическими силами, которые готовы бороться за людей. Благодарю за беседу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.